Данные придут, посмотрим, потом узнаем, скажем. Надежда Высборова быстро идет на поправку. Страшные головные боли отступили, стрелка тонометра не поднимается выше нормы. В гериатрическую больницу женщину привезли на скорой, когда давление зашкаливало. Диагноз – гипертонический криз. Сделали кардиограмму, УЗИ сосудов, поставили холтер. А главное – окружили заботой. Врачи очень внимательные, и младший обслуживающий персонал очень хороший. То есть больница всегда находится в хорошем состоянии, очень чистенько. Все хорошо, все очень приятные люди, все очень приятно ухаживают за нами, внимательные все. В Самаре это первая и пока единственная гериатрическая больница. Профиль клиники – пожилые пациенты. Для них здесь созданы все условия. Французский рентгеновский аппарат сам подстраивается под пациента. В туалетах специальные поручни и широкие проемы. Казалось бы, мелочи, но, например, для колясочников жизненно необходимые. Здесь пациент находится не только 30 дней, он находится здесь и 60 дней, и 90 дней бывает по направлению служб до того момента, как он направляется в пансионат на такое дальнейшее лечение. То есть какой-то переход существует. Не просто его бросает потом из больницы, вот опять к себе домой в те же самые условия. Больница сотрудничает с медуниверситетом. Патентуются новые методики. Доктора наук еженедельно консультируют всех желающих по вопросам здоровья. На базе больницы работает школа активного долголетия. Только за первые месяцы работы здесь вылечили около 2,5 тысяч пациентов. Всего же в губернии более 800 тысяч пожилых людей. Врачи гериатрической больницы мечтают о дополнительном корпусе. Под него уже выделено 5000 квадратных метров земли в рамках программы развития территории в границах улиц Комосомольской, Фрунзе и акватории рек Волги и Самары к 2018 году. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События.